привет всем меня зовут юля а вы находитесь на моем канале вязание канал называйте ямеля нитин сегодняшнее видео я хочу посетить итогам прошедшего 2019 года я долго думала выпускать это видео не честно говоря не особо собиралась но итоги моего предыдущего года неразрывно связаны с планами на будущий год поэтому я подведу итоги я расскажу что мне получилось что мне не удалось в предыдущем году и в дальнейшем что я буду делать блок мой вот этот видео будет состоять из нескольких этапов вначале я расскажу о финансовых результатах прошедшего года год у меня как бы по доходам делился на три направления это вязание на заказ ravelry youtube я буду постепенно о каждом рассказывать инстаграме о ravelry и о ю тубе и в конце концов я перейду на ресурс etsy и уже в конце видео покажу что я приобрела для будущего года для начала будущего года и все подробно вам покажу поэтому оставайтесь со мной сейчас расскажу что было и сейчас я буду создавать в магазина эти я буду в нем много вкладывать сил буду им заниматься очень серьезно и о всем что я там делаю как я продвигаю продается мире не очень и какие товары выкладываю я буду стараться каждый месяц и выкладывать свои отчеты на своем youtube канале буду рассказывать вам что я там применяю какие-то функции которыми не работают что работает и какой товар в общем все-все-все что у меня будет происходить буду рассказывать так что это будет мой стартап а которым ты буду вам рассказывать если кому интересно пожалуйста следите возможно вам эта информация поможет а вот возможно вы просто будете смотреть за мной как за сериалом что там у нее продалось или не очень вот поэтому милости прошу вот так у него будет продолжение на следующий год и давайте продолжим дальше свое видео такое небольшое у меня включение здесь у меня рядом стоит компьютер будет немножко может быть шуметь его вентилятор все свои расходы все свои доходы все свои транспортные расходы какую-либо амортизацию приобретения дополнительных спиц крючков и тоже не говоря о бирках все все-все-все вот до каждой катушки не так я вношу в таблицу если этот товар это приобретение посвящено непосредственно моему вязанию потому что я бы не назвала свое звонить свое занятие свое вязание как хобби я больше к этому отношусь как бизнесу поэтому я подвожу под аналитику все что связано с этим вопросом рекламу заказчиков ну все 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 что с этим связано я анализирую я исследую тренды я подвожу итоги я смотрю на других у кого что получилось подчеркиваю какие-то полезные моменты ну и так далее вот поэтому я расскажу свои результаты поделюсь с вами тем что у меня будет будущем ну поехали сезон у меня в этом году начался наверное еще летом глобально стоит распределить мои доходы нынешние по крупным группам это доход связания шапок на заказ доход с раввари это платное описание и доход с youtube и все эти три колонки я веду отдельно еще есть отдельная колонка инвестиция в инвестицию чаще всего входит оплата каких-то ресурсов например например на эти есть ресурс и рэнк это ранжирование всех всех товаров можно смотреть очень подробно аналитику или например реклама в инстаграме тоже меня подвергается ну в общем и переходит в колонку инвестиций и так далее значит у меня в этом году глобально давайте буду говорить доход вот общими цифрами а потом уже разобью по частным каким-то колонкам инвестиции то есть это реклама я уже сказал про это ресурсов а за весь год даже сейчас скажу по моему это не с января в нем есть год начинался а с марта месяца то это весна значит марта месяца я вложила в рекламу плату ресурсов 27 тысяч четыреста сорок семь рублей что касается дохода с шапок связанных изделий это уже доход без учета пряжи доставки бирок упаковки то есть чистый доход который я получила на руки в этом году у меня составил 29 тысяч четыреста пять рублей то есть я все правильно подбила то есть я прям стараюсь под монеточку все подбивать ну просто любопытно все это созерцать значит доход сразу ри это платных описаний у меня в этом году составил пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь рублей и доход youtube youtube не наконец в этом году стал выплачивать доход и но даже это не на стал выплачивать наконец я добилась до той цифры которая не имеет право выплатить потому что минимальная сумма выплаты туба это 100 долларов когда ваша сумма достигает 100 долларов за просмотр рекламы то youtube вам ее переводит на ваш личный счет который вы вносите при начать выполнением всех пунктов и заполнение всех этих граф в разделе монетизации и значит тупни в этом году вот я очень хотела чтобы это случилось до нового года мне это получилось только подарок мне к новому году мне перевел 140 долларов и у меня я умножаю на курс в помощи 63 короче говоря на русских рублях я это записала как 8400 рублей помню про инвестиции которые я сделала и суммируя все эти доходы значит все доходы вот этих трех позиций вязание шапок на заказ раввала youtube в общей сумме у меня вышло 43 тысячи пятьсот пятьдесят и рубля звучит очень мило но если мы помним про инвестиции то нужно отнять эту сумму и без и сумма инвестиций это 27000 остается у меня прибыль без расходов за весь год я заработала 16 тысяч сто шесть рублей то есть разделив на 12 месяцев хотят на неправильно потому что я расчет веду с марта месяца январь фиральмар то есть минус три месяца до до ночь 9 значит нужно шестнадцать тысяч стос шесть рублей разделить на 9 месяцев то есть в один месяц марта месяца я заработала одну тысячу семьсот восемьдесят девять рублей гигантские деньги вот значит дальше что казаться инвестиции я сказала что я заказывала рекламу в инстаграме и хочу поделиться своим опытом значит когда вы делаете рекламу в инстаграме вы ее можете сделать двумя способами непосредственно через свой аккаунт в инстаграм да там можно и за зайдя свой пост есть кнопка продвигать нажимаете его и за ну дальше следуйте руководству и как запускать рекламу также есть facebook до кабинет рекламный и там тоже можно запускать рекламу чуть более тонкими настройками или более тонкими настройками значит я реклама запускала через facebook и через инстаграм результаты у меня были разные хорошие плохие причем не запускал на пират одну один и тот же пост рекламу и каждый раз он почему-то работал по-разному и я считаю так когда мне реклама сработала например это значит что ко мне пришел ну хотя бы один клиент бывало рекламу что вообще не срабатывала и даже не было подписок и например я сейчас делаю они же еще делают налог с вашей оплаты 20 процентов то есть если вы платите заказывать рекламу за 1000 рублей то 20 процентов у вам накидывают сверху и вы уже должны оплачивать 1200 то есть серьезные деньги с постоянно рекламироваться это же 200 рублей нужно накидывать какие-то другие заказы которые выполняете или за бесплатно работать короче говоря у меня было очень много таких пустых реклам которые не сработали и если бы они сра то есть если бы я их не заказывала то я бы сэкономила целых восемь тысяч рублей обычная рекламу делаю на рублей 800 или 1000 меньше не делаю а то есть получается 10 раз 10 раз а то есть 800 рублей в день то есть около десяти раз реклама не сработала то есть камень не пришел никто и честно говоря у меня так год был я не знаю говорить что он провальный или нет все-таки доход есть я считаю это ну так какая-то заслуга я не все свои шапки продала из наличия некоторые у меня подвергаются реформации сейчас я расскажу но не считая того что у меня вложено вот в мое наличие я уже не веду это в расчет хотя наверно стоило я пока еще их не купила эти свои вложения прошлый год у меня был убыточный это более прибыльный и тоже это все благодаря и раввлери и youtube ну да мне только мог что еще рассказать шапки шапки у меня покупали девочки например новенькие вот которыми ни разу не приобретали только одна все остальные это были как все остальных не так много два человека две девушки они пришли из прошлого года повторно заказ разместили мне очень приятно это конечно что они не забыли обо мне вспомнили когда понадобилось что-то себе связать то они обратились ко мне значит я них доверение подворовала все было хорошо но я надеюсь чтобы тоже всем понравилось что каждый раз бывает по-разному да и две еще девушки они вообще мои подруги есть у меня одно видео я рассказываю про митинге про красную шапочку и это как раз вот митинге рыжие такие с шапкой красной это заказ для моей подруги был и есть у меня капорта сейчас выпущен мастер-класс на него я вообще не предполагаю я думала продавать но думаю если кто не купит я буду носить его сама но в первый же день когда я публиковала его в инстаграме у меня забрала его моя подруга и теперь я счастливо носит его у себя я там за рубежом вот и честно я думаю может быть я тоже такой связать что касается раввали мне очень понравился этот ресурс где можно продавать описание я помню один раз услышала такую фразу что европейские люди или даже американцы скорее американцы родились с кредитной карты в зубах и многие-многие рекомендуют выходить на мировую в рынок я все-таки решила тоже попробовать это и по моему как раз я в марте месяца прошлого года когда я начала вести вот эту более подробную таблицу и начала публиковать платное описание на раввлере и у меня стали что для меня было очень удивительно приобретать покупать я продаю считаю что не за большие деньги но конечно я все сравнивала анализировала с другими мастер-классами других мастеров на этом сайте и с более с более известными с менее известными людьми потому что понятно когда-то известная личность известная вязальщица популярен сотрудничаешь с магазинами пряжи то ты можешь и большую стоимость и попросить ну и так далее все это проанализировав я оставлю стоимость и около 300 рублей шапку мне стоит 300 рублей какой-то вам сложный шарф 400 и 350 360 вот там застали какие-то позиции все больше цену не ставлю если чтобы сложно конечно поставили побольше плюс ко всему то есть эту сумму вы получаете на руки плюс ко всему человек когда у вас покупает описание он платит налог это европейцы американцы по моему точно не знаю но вот есть такая система то есть он оплачивает вашу стоимость мастер-классы и еще 20 процентов ндс ну получается достаточно высокая сумма и то есть если вы поставите большую стоимость то человек уже может быть не приобретет у вас еще есть такая некоторая магия маленьких чисел когда маленькое число вам может создать достаточно большую сумму и меня тоже на этот счет есть дальнейшие планы я хочу выпустить мастер-класс исключительно дешевый ну который буквально будет 1 доллар и я посмотрю что что из этого выйдет я даже не буду стоит ставить стоимости в рублях я поставлю прямо в доллар чтобы там так било по глазам почему именно еще интересно что валюту как показывать какую у меня был такой случай на аварии значит у меня там есть шапочка она стоит 300 рублей и страница раввали выглядящим образом что ваше описание и цена в рублях и всех мастеров какую валюту не ставит такая валюта стоит по стоимости потом уже оплачивая ее человек ну как-то по курсу там ему все переводят автоматически и девушка одна из америки до конца не разобралась и написал мне в комментариях что если хоть один шанс что ваша шапка подешевеет и будет стоить не 300 долларов хоть как сколько-то дешевле то есть она даже не заметила что ну валюта совсем другая не доллары а рублей но я ответила совершенно вежливо не стала там какой-то шуткой отвечать думаю ладно люди бывают разные и написала в общем что цена не верна там 300 долларов цена 300 рублей там переводя туда-сюда курс 4 доллара вот поэтому я буду указывать именно доллар это будет так очень интересно что 300 до это когда большая сумма то есть какая валюта как мне там переводит и не думаешь не за это особо курс доллар к рублю постоянно для них не интересно для покупателей а понятно один доллар все будет ясно посмотрим что-то простой но в принципе делать продукт хуже чем я делаю сейчас я не буду я делаю писание подробные со схемами с чертежами с фотографиями если это необходимо но с каким-то по пунктным по рядным объяснением и перед тем как там есть значит общие графика там нужно заполнять пояснение про свой мастер-класс и я указываю что там уровень интермедиа как там это звучит или средний или высокий лист простой уровень по вязанию и какими навыками должен обладать человек чтобы связать там данные изделия ну вот про раввлородия так подробно точно рассказала доход youtube по youtube макси у меня в этом году на ю тубе пришло начале года у меня было 2000 подписчиков а концу года вот и не доста до нового года добиться но вот в январе уже пришло 6000 подписчиков у меня сейчас для ю туба конечно очень маленький канал но маленький да удаленький я буду вынесет естественного развивать продолжать рассказывать что-то будет может быть модифицироваться кстати я же еще завела свой домашний канал но как-то видимо и не особо интересно там все рассказываю и людей там мало 50 человек там вся три человека и я понимаю что мне на все на все на это на все мои инициативы не хватает времени конечно было бы очень неплохо если бы был человек который мне бы монтировал видео более динамичный делал более интересные потому что вот есть например какой-то канал ну назову его я думаю это не столь ужасно называется хаменки там миллион там различным подписчиков по моему они снимают как живут эта парочка с ребенком и ну да они там кривляться конечно на камеру но помимо всего прочего у них еще очень хороший монтаж им какие-то сайт картинки в селые переходы музыка и так далее ядер этого не хватает для домашнего канала возможно возможно не в этом дело дело в персонажи ну ладно в общем не знаю как буду я развивать свой домашний канал буду ли продаваться на что-то буду выкладывать но не так часто как я предполагала про youtube а ну вот да у меня большое количество подписчиков стало гораздо больше и подписки у меня пошли именно в октябре месяце когда пошла активность по вязанию по сезону резко упала все вот сейчас в январе понятное дело все занимается только ну как бы своими праздниками так же как и я как все я буду продолжать вклад мастер-классы буду продолжать вязать вероятно я буду еще шить потому что у меня у меня очень серьезные планы на шитье и у меня еще серьезные планы на сайт etsy я создавала на нем уже свой магазин в восемнадцатом году когда начинала и в инстаграме заниматься шапками но у меня тогда дело не пошло и я все бросила потому что я в тот момент когда начала заниматься вязанием я сразу три ресурса стала осваивать это инстаграм ярмарка мастеров и эти ярмарка мастеров и эти это платные ресурсы там нужно платить за свои публикации свои продукты товары и когда у меня закончилась оплата на эти там их товаров постепенно я не стала их продлять они там по всей видимости автоматически удаляться может быть я кто ли я уже не помню в общем я не занималась своим магазином не заходила в этот сайт и сейчас я прям решение снова его развивать но более уже усилена что инстаграм как-то мне не пошел а ну вот и рассказывал да у меня количество покупок в инстаграме как-то провальными раз все было но я думаю что дело в конкуренции и в интересе публики которая уже устала честно говорят социальных сетей это говорят многие аналитики я устала и и они устали конечно когда у тебя есть какая-то отдача финансовая для меня лично это финансово не только какая-то эмоциональная то у тебя это будет подпитывать твои силы твой интерес продолжать дальше а если тебе это не приносит денег то какой смысл заниматься этим дальше потому что я лично здесь для денег скажем честно просто вязание это то что я могу делать я делаю это хорошо я училась на дизайн костюма поэтому в принципе я вообще в своей стезе в своем направлении своей профессии ну вот направление не шитье а вязание ну хотя я для некоторых коллекций и вязала вещи сама поэтому в принципе занимаюсь тем что на что я училась что касается этим я буду на эти также предлагать вязание и у меня будет немножко ну как бы может быть разношерстный профиль не знаю но на эти нужно предлагать количество товаров очень большое около 100 это будет хорошо если меньше то уже не так интересно 100 номинование ваши товары могут повторяться то есть например вы предложили людям шапку кто-то заказал шапку вы вяжете шапку на заказ фотографируйте снова выкладывать и не имеет значение что вы эту шапку же выложили и связали точно такую же по аналогии с предыдущим вы все равно и фотографируйте выкладывайте на эти как ну какой-то новый товар во первых это если если ваш магазин был отмечен у кого-то как понравившийся то ему приходит уведомление о том что у вас появился новый товар то есть вы мелькаете у человека а вторых когда выкладывается новый товар он а где там в рейтинге поднимается тоже появляется как новинки до эти в общем нужно постоянно какое-то чтобы движение происходило в магазине и увеличивался объем вашего магазина к чему я то есть да то есть 100 товаров у вас может быть не обязательно 100 разных номинований они могут повторяться и значит для эти я приняла решение развивать значит свой магазин тоже вязанием шитьем я немножко не понимала как не лучше сделать сделать ли узкопрофильный магазин либо нет потому что я устремила свое внимание в сторону детского ассортимента в том числе вначале думала что наверное лучше детский магазин ввести отдельно но все-таки это делать не буду мне вот один магазин но с разными товарами для взрослых значит женщин там шапки шали и так далее и для детей для детей я также буду шить ассортимент наверное перейду на ассортимент по ассортименту у меня будут значит детские шапочки совсем для малышей то бишь чепчики пинеточки возможно ромперы пинетки они живут бы тоже разные да они могут быть их с хлопка из шерсти пинетки могут быть не пинетки а носки ну и вот на основе даже вот этих трех там товаров я могу уже ассортимент свой очень сильно раскрыть расширить это могут быть цвета разные половая принадлежность разная материал разный все у вас уже там целая группа товаров ну для 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 малышей а в связи с этим я решила значит приобретать сейчас подготавливаться пряжу приобретать для этого чтобы все это связать показать и у меня сейчас очень много пряжи появилась но не то какое дикое количество но много и я сейчас расскажу что я купила давайте перейдем к этому и наверное в своих покупках для этим магазина я перейду в другой режим видео я буду снимать на столе буду показывать вам клубки и вот я в руках все кручу кручу это пинетки которые носила моя девочка это пинетки из alize baby wool какая там она называется ну в общем который видите секционка сейчас покажу поближе я достала чтобы посмотреть как себя эта пряжа повела в носке и вот и так вот мои приобретения это все произошло у меня в январе вот на праздниках в общем это вот в этом году все купила здесь перед вами значит это все хлопок мерсеризованный кроме вот этого моточка это пряжа alize и это у нас хлопок сатин и бязь от трехгорной московской фабрики это значит у нас видно по гамме да это постельные тона это все будет для ребенка для детей это будет не одежда это будет ну какие-то там дополнительные аксессуары предметы обеходы и так далее это пряжа alize давайте начну с нее вот у меня кажется бюрочки еще остались буквально я приобрела вчера alize baby wool состав ну многие знают нет шерсть акрил бамбук 50 на 175 я купила цвет 55 я правда хотела более молочный но молочного не было был просто белый ну вот я приобрела белый и два матка у меня и вот другой цвет такой же состав цвет 52 по-моему назывался какой-то дождь или талая вода не помню или серое небо ну что-то вроде с водой связано но он отливает честно говоря сиреневым ну так неплохо красиво сразу остановлюсь на этой пряжи alize вот митинги ой вот пинетки которые я и вязала это мне пряжу подарили я с нее связала вот такие пинеточки пинетки мы нормально интенсивно носили все это было связано с такой же пряжи только до секционного окрашивания я не ухаживала за этими пинетками не снимала катышки поэтому сколько их осталось столько их осталось вот так в такой превратился носочек пинеточка я считаю что вполне себе ничего очень даже прилично я смотрю здесь с крещенами вязала даже а вот изнаночные интересно мне кажется это было не намеренно интересно ну ладно вот еще украсила такими двумя цветочками так что в принципе пряжа повела себя я считаю что хорошо я читала по отзывам некоторые пишут что пряжа колючая я считаю это не правда категорически что она смягчается после стирки нет она уже мягкая ничего в ней колкого нет ну представьте себе бамбук хлопок и акрил причем акрил такой достаточно мягкий здесь ничего не малейшие колкости нет в этой пряжи все в порядке после стирки все с ней хорошо потом пишет что она кашлатица нет ну вот смотрите как за кашлатица носок по сути своей как бы это не шапочка который там снял надел на улице больше не носишь нет нет мы в них и ходили и носили все 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 нормально себя ведет пряжа так что нормальная пряжа я вот ее приобрела это будут ну какие там шапочка тоже наверное пинеточки и наверное ромпер посмотрим на что хватит я взяла как бы на один комплект на один какой-то набор посмотрю дальше по гамме вот решила вот с этой гаммы начать это это у меня уже начала это alize cotton gold первый раз купила хлопок акрил 100 грамм на 330 метров что касается пряжи ну ничего она мягкая честно говоря знаете на ощупь она напомнила мне микрофибру то есть если что здесь хлопок я бы ну уж поняла может быть не поняла не знаю но вот это ощущение микрофибры когда она как будто бы слегка замшевая что ли такое какое-то липкое ощущение вот как микрофибровую тряпочку потрогаете вот копия очень похоже в целом ничего мягкой не колется я это за тоже понятно что для детского ассортимента очень вполне себе ну видно что полотно получается толстеньким да у нее уже толщина такая существенно вот видно что здесь тонкая ниточка здесь потолще и вот так отличается вполне себе такой зеленый цвет фисташковый номер цвета я может быть не назвала номер цвета 62 это тоже ализе ну какой большой моток по сравнению с другими маленькими удивляет себя это каждый раз это ализе лана на голд 100 грамм 240 метров акрил с шерстью цвет номер 62 но это скорее всего молочный да вот сразу видно кипельно-белый и вот такой слоновая кость я взяла этот моток еще до всей этой до до всей этой идеи инициативы я взяла этот моток чтобы довязать ухо вязаному зайцу искал искала это вязаный заяц для моей дочери я не смогла его найти на год заиграла потом покажу когда достану и фотки нет давайте сразу свой небольшой отзыв по этой пряжи сделаю мне честно говоря не нравится что она какая-то вот в мотке еще ничего а когда начинаешь вязать она превращается в какой-то валенок и как-то видно что она очень склонна к закатыванию шерсти при вязании да так ничего она мягкая кстати я считаю что может быть слегка суховатая но в целом ничего я бы не отнесла ее к колючим пряжам вот но вот себе бы свитерок я бы не смогла с нее связать не хотела бы во первых для меня это очень жарко будет толстая нитка я свяжу я наверно сварюсь и вот заметила что не могу очень теплые вещи носить особенно в помещениях ну и я думаю что это будет просто непрактично свитер будет времени потратить на очень много а заваляется он очень быстро по хлопку вот здесь много много разного хлопка пастельных тонов я остановила свой выбор на вот этом хлопке это один из эгита это мерсеризованный хлопок 50 грамм 120 метров мне очень нравится эта пропорция грамм на метр цвет такой небесный считаю что 50 грамм на 120 метров мне лично очень удобно вязать и по толщине полотно получается очень хорошим это все эгита вот эта фирма а это вот такая фирма мне просто нужен был именно этот цвет и это не мерсеризованный хлопок это просто обычный хлопок 150-180 метров ну кстати говоря да чувствуется разница по толщине когда их рядом так смотришь но как мне кажется вот ну вязание я продаю вот так вот это буду использовать ну может быть какие то отдельные полотна детали поэтому мне не столь существенно что он несколько толще главное мне цвет подходит вот такой я взяла наверное кофе можно кофе с молоком назвать бежевый это цвет шампань я честно говоря больше всего люблю так называемый молочный но молочного в этой фирме не было и я тогда а у них был только вот такой шампань и кипельно-белый ну с аналогией вот с ализе я честно говоря вот такие оттенки не люблю больше люблю ну вот вот такое что-то больше такого естественного цвета шерсти ну это дела шампань думаю ладно пускай будет шампань в принципе в комбинации да вот с цветами он неплохо себя проявляет очень приятная гамма получается вот такая так и давайте я покажу что я уже связала я связала вот в такой комбинации цветов у меня пока один штук вот такая пинеточка хлопковая вот такая вот такая рисовой вязкой жемчужной шнурочки резинка один к одному и вот такая тарочка поверху я пинеточку связала постирала высушила она у меня удлинилась по ножке по стопе на один целый сантиметр сразу понятно как все будет пряжа проявлять то есть она мне была как пробная я теперь поняла ну на какой размер там данное количество петель будет и теперь буду по ее налогии вязать и к этой же пинеточки у меня будет комплектом идти вот такой зайчишка тоже такого же цвета вот как раз глазки у зайчика вот из этой пряжи и вот комбинация вот этих двух цветов он ничего не весит я его взвешивала он по моему весит около 40 грамм это займ вот такой ну известно у меня пока вот только вот эти два предмета да нашла свои вот эти пинеточки а давайте я про вот эту покажу раз как горную мануфактуру я искала качественный хлопок еще хотела выбрать муслин но осталось на хлопке и у них как раз была распродажа у трех горки и вот я купила очень мне кажется красиво вот такая акварельная роспись прям обалдеть а вот это более нежное здесь мне понравились какие-то здесь артишоки по моему в общем такие диковинные цветы есть немножко не помню вот эти цветы прямо из моего детства на всех полянках росли вот такая ткань вот эти артишоки мне очень понравились хотят не артишоки это по моему чертополохи да не знаю красиво красивая гамма красивая ткань и очень приятный на ощупь потому что это сатин вот такая расцветка это тоже сатин это уже бязь с более мелким рисунком таким ярким пестрым и это такая дополнительная ткань серая в горошек это тоже бязь совершенно плотная бязь кстати если вы покупаете например через интернет потому что у них есть интернет-магазин хорошего качества бязь вполне себе но всегда смотрите при выборе ткани на плотность гран на квадратный метр еще я заказала много товаров на алиэкспресс но они мне сегодня не приехали едут едут никак не доедут как придут я обязательно все покажу и в общем думаю будет тоже интересно что я там приобрела вот такие у меня ткани вот такие у меня приобретения в этом месяце я прям обзавелась всем спасибо вам за просмотр ставьте лайк подписывайтесь если вам интересно следите за моими успехами дай бог надеюсь все будет хорошо и буду с вами делиться что у меня будет происходить дальше пока пока